В этом году село Кос-Истек и станция Кимперса и Каргалинского района будут газифицированы. Кроме того, уже в следующем году та же участь постигнет и поселок Жосалэ. Что касается водоснабжения, то это благо цивилизации все еще недоступно для 30% населения района. Сечане вынуждены пользоваться водой из колодцев, но работа, по словам властей, в этом направлении ведется. Подготовлены проектные работы по реконструкции водоснабжения поселка Жосалэ, Ак-Коль. Проектная сметная документация готова. Сдем включение на следующий год, план реализации этого проекта. Готов и в этом году начнется строительство подводящего газопровода, строительство подводящего газопровода к селу Кимперсай-Жосалэ с метной стоимостью 270 миллионов тенге. Планы, поставленные в 2015 году, выполнены. Это касается и налоговых платежей, и объема привлеченных инвестиций, строительства новых жилых домов, создания новых рабочих мест, производства и прочего. Госпрограммы работают, подытоживая таким. И переходят к вопросам, которые волнуют людей чуть больше, чем сухие цифры. Взять хотя бы надвигающийся паводок и готовность к нему того же Кос-Истека. В сельском округе Кос-Истек угрозы подтопления нет. Последние три года ведутся работы по очистке и устройству водоотводных каналов. Запас инертных материалов есть. Поэтому волноваться не о чем. Рахат Сыдыков, выступая перед журналистами, также остановился на перспективах Каргалинского района. По его словам, в ближайшем будущем здесь планируется создание молочного кластера на основе кооперации. Есть все условия для развития рыбного хозяйства и туризма.